Послание к Галатам, 4 глава, 19 текст. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Сегодня я читаю Псалом 44, и хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Только что я слушала свидетельства одной сестры в Ютубе. Семья, которая перенесла очень мучительный месяц в подвалах, потому что в этом городе украинском были очень сильные военные действия, постоянно взрывались снаряды, многие погибали. Некоторым удалось выехать из этого города. А эта семья не смогла тоже выехать, и они остались и провели почти целый месяц в подвале. Они успели там перенести немножечко воды, еды, и выходить оттуда было очень страшно. Это было связано с угрозой для жизни, поэтому они в основном сидели в этом подвале. И вот эта молодая сестра из этой семьи, дочка хозяйки, рассказывает, что когда ночью началась серия взрывов очередных, начался обстрел города, она вдруг подумала, что очередной взрыв может быть последним для нас. И буквально через минуту, возможно, мне предстоит предстать перед Богом. И она рассказывает, мне стало очень страшно. Я подумала, Господи, а что я Тебе скажу? Ну, вроде бы, я же верующая уже много лет. Я совершаю служение в церкви, и не одно. Она начала перебирать в памяти заслуги свои и то доброе, чего ей удалось достичь. И вдруг она поняла, что ничего из этого не имеет сейчас никакого значения. Обычно мы говорим о том, что ничего из материального не имеет значения, когда человек перед смертью оказывается. Но на самом деле, оказывается, и наши духовные заслуги, они тоже не имеют никакого значения, когда человек стоит на пороге вечности. И она говорит, меня просто охватил озноб. Я подумала, а как же так? А что же тогда будет? И она свидетельствует о том, что Бог каким-то образом проговорил к ней вот эти слова «кровь Иисуса Христа». Она ободрилась и поняла, что спасается она не своими заслугами, а только кровью Иисуса Христа, которую она омыта от всех своих беззаконий и сделана Детём Божьим. Кровь Иисуса Христа – это единственное, что имеет значение, когда человек предстаёт перед великим всемогущим Богом. Омыт ли он этой кровью? или он не избрал этот путь спасения? Но ободриться-то она, конечно, ободрилась, но она поняла, что Господь показал ей, что эту веру, это осознание Евангелия нам всем нужно сохранять ежедневно. Потому что если мы думаем, что да, я знаю, что кровь Иисуса Христа, она очистила меня от всяких грехов, и я спасаюсь благодатью, Евангелием, подвигом Иисуса Христа, то эта сестра поняла, что эту веру можно утратить за время нашего хождения перед Богом. Она незаметно может вытекать из нас, если мы постепенно охладеваем к Богу и не отвечаем на его действия в нашей жизни правильно. Недавно я слышала, как один человек сказал, что самое худшее, что может только быть в нашей жизни, это то, что Бог исполняет некоторые наши плотские желания, наши заветные желания, связанные с материальным благополучием, связанные с почетом каким-то, с положением в обществе. И вот мы просим об этом, и Бог это исполняет, и Бог дает то, чего мы просили. И этот человек говорит, что когда тот, кто просил об этом, достигает верха материального благополучия, славы, почета и так далее, и вдруг осознает, что он остался тем же, кем и был, то его охватывает просто ужас. Вокруг ему аплодируют, им восхищаются, ему хотят подражать в его успехах, а ему ужасно страшно. Он-то знает, что он не изменился, что он остался таким же, как и есть. И многие вот известные актеры, знаменитые и богатые очень люди, миллиардеры, они свидетельствуют о том, что это все не принесло им в итоге радости, потому что вот этот внутренний ужас от того, что каким ты был, таким ты и остался, он просто убивает их. И поэтому я сегодня размышляла о том, что мы, дети Божьи, пришли к Иисусу Христу с верой и присоединились к церкви. Для чего? Для какой цели? Многие говорят, ну, чтобы попасть в небесный город, чтобы спастись, иметь жизнь вечную. Однозначно, это одна из составляющих нашей надежды. Но мне кажется, что самое главное, для чего нас Бог спасает? Для того, чтобы мы здесь уже в этой земной жизни изменились, и изменились, чтобы в нас изобразился Христос, хотя бы в самой малой степени. Конечно, лучше, чтобы он больше в нас отобразился. И вот в 44-м псалме есть замечательный стих. Он обращен к Иисусу Христу, как к Сыну Человеческому. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Написано, что Иисус Христос возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И вначале может прийти какое-то недоумение. Ну как же так? А разве Иисус Христос когда-то не любил правды? Когда-то Он разве не ненавидел беззаконие? На самом деле тут речь идёт о том, что Иисус Христос, будучи человеком, тоже должен был учиться этому. Написано, Он страданиями навык послушанию. И в каком-то из псалмов написано, что Он постоянно открывал ухо своё для слушания Божьих повелений. И учился, учился. Он был учащимся и выучившимся, можно сказать, до совершенства. Именно поэтому Бог помазал Его иллеем радости более соучастников Его. То есть, насколько мы возлюбили правду, насколько возненавидели беззаконие, настолько мы будем радостными, удовлетворёнными людьми и отображающими Иисуса Христа. Да, мы говорим, что мы очень любим Божьи слова, мы любим Божьи обетования. Но вот в Псалме 18 есть удивительный стих, он когда-то очень зацепил меня. Тут написано, Давид пишет, что повеления Господа веселят его сердце. И суды Господни, они для Давида слаще мёда и капель сота. Поразительно, но обычно мы укрепляемся такими стихами. Вот я с тобой во все дни до скончания века сохраню тебя, поставлю пред собой непорочным слёзы от русачей твоих. Да, мы любим эти слова. А тут Давид пишет, что он любит суды Господни. Он любит повеления Господа. Они веселят его, и они для него слаще мёда и капель сота, суды Божьи. Да, потому что этот мудрый человек понимал, все эти трудности, все эти переживания, все эти Божьи, часто болезненные прикосновения, способны показать ему, Давиду, его истинное состояние. И при правильной реакции на них это поможет ему отобразить в себе Бога. Бог хочет восстановить в нас свой образ и своё подобие. И ради этого Он производит определённые действия в нашей жизни. Но с нашей стороны ежедневно нужна правильная реакция. на каждое Божье действие по отношению к нам. Кто-то сказал, что и неудачи, и большие успехи в нашей жизни, они поднимают весь мусор из наших сердец. Я когда услышала, сначала подумала, ну да, неудачи, трудности, какие-то неожиданные катаклизмы в жизни, они могут поднять мусор из моего сердца тем, что я могу ожесточиться, впасть в робот. А удача, успех в жизни, как он может поднять мусор из моего сердца? А потом поняла очень точно, когда приходит большой успех, когда всё, как говорится, клеится, мы можем начинать приписывать всё это своим заслугам, самим себе и этим всем отдаляться от Господа. Поэтому правильная реакция на Божьи действия жизненно важна. И без этого наша вера будет всё больше и больше утекать. Если мы думаем, что в определённый момент, момент перехода в вечность или каких-то особых событий, мы сможем правильно на них отреагировать только потому, что мы знаем доктрину, только потому, что мы знаем, что об этом написано в Библии, то мы очень ошибаемся. Придёт минута, как пришла она в женщине, у этой молодой женщины, сидящей в подвале, находящейся на пороге смерти. Она там говорила о том, что я понимала, что следующий удар всё, и нашего подвала не будет. И в этот момент решающим окажется, в каких отношениях мы с Иисусом Христом. Смогли ли мы хотя бы в какой-то степени отобразить его всей своей практической жизнью? Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и поэтому помазал тебя Божий Бог твой, и леем радость и боли соучастников твоих. Это сказано в отношении Иисуса Христа. А вот, что сказано каждому из нас. Слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, и возжелай царь красоты твоей, ибо он, Господь твой, и ты поклонись ему. Этот же 44-й Псалом стихи 11-й и 12-й. Дочь, забудь народ твой и дом отца твоего, и выживай царь красоты твоей. Я понимаю это так, что не прикипай сердцем к этому временному земному. Когда сестра сказала, что я в ту минуту поняла, что ничего не имеет значения, не только материальное, что дом сейчас разрушится, имущество нажитое потеряем. Нет, не имеет значения даже какие-то заслуги, даже какой-то труд для Господа, какие-то успехи. Все это обнулено, не имеет никакого значения. А что имеет значения? Успел ли Бог сделать тебя красивым внутри? И возжелает царь красоты твоей. Ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. Наш поклон Богу состоит в полной отдаче Ему и в правильной реакции на все Его действия. И этот ежедневный труд каждому из нас нужно совершать непрестанно. Он приятен, он слаще меда и капель сота. Вот наше главное служение здесь, на земле. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Просто смотреть на Христа каждый день. И в этот момент Дух Святой будет преображать нас в Его образ. Просто, но это совсем непросто, если сердце наше захвачено чем-то другим. Поэтому у нас есть возможность проверить себя и не ожидать той роковой минуты, когда уже ничего невозможно исправить, а быть готовой к ней ежедневно, ежеминутно, всегда. Все уроки твои да не будут напрасны. Пусть горшечника руки шлифуют меня. Только б вера в тебя никогда не угасла, освещая путь в небо до полного дня. Не прошу отменить горечь всех искушений. Без нее не достичь мне тебя, Иисус. Лишь на узком пути, на пути унижения до твоей красоты может быть дотянусь. Есть отрада в скорбях, радость есть в неудачах для покорной, смиренной пред Богом души. Тот, кто сам пред собой ничего уж не значит, достигает в познании Бога вершин. По дороге земной, по дороге тернистой я иду, и нет лучшего в мире пути, чем, склоняясь предволию Божией низко, через скорби характер Христа обрести. Аминь.